Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии невероятное цирковое утро. У нас в гостях Юрий Будков, Сергей Ляпин, Лилия Ляпина, Анастасия Пономаренко, ну а также у нас в гостях и Джоли, Ляля и Чуня. Доброе утро всем вам! Доброе утро! Рады приветствовать вас в нашей студии. Действительно, у нас очень много счастья, что у нас такая сегодня замечательная компания. Расскажите, с какого числа цирк Шапито будет дарить радость не только нам, но и всем жителям Кишинева? И, конечно же, доброе утро и вам, и всем, кто нас смотрит. Прямо с сегодняшнего вечера мы начнем представление. Сегодня вечером выйдем в Манеж, и не только мы, и не только эти чудесные зверята, но и еще артисты, и еще много разных других зверей будем радовать почти полтора месяца жителей столицы и всех, кто к нам сюда приедет в наше маленькое красивое Шапито. Гости у нас из Украины, у них чудесное цирковое представление, где очень много сочетаний и людей, и животных. Животные, мы у них даже учимся чему-то, потому что то, что они могут показать, не всегда могут сделать люди. Я имею в виду в творческом плане, в таком, что иногда переиграть вот таких животных, как говорится по Станиславскому, бывает невозможно. Когда они выходят в Манеж, зрители остаются полны очарования, и кроме них, конечно, еще много-много других. У нас есть чудесный крокодил, большой, красивый, зеленый, и у него... Страшный. Ну, он не такой страшный, он страшный, если он голодный. Здесь ведь в чем дело? Люди обычно думают, что им скотчем заматывают нос. А как на самом деле? Скотчем не заматывают, пасть открытая. И вот Сережа Ляпин делает совершенно потрясающий трюк. Все, кто присутствует, увидят поцелуй с крокодилом. Это очень редкий и опасный трюк, который все увидят на самом деле. Страшно смотреть на это, какого воплощать. Да, адреналина будет очень много. Почему? Потому что во всей программе много трюков, которые выполняются без страховок, иначе цирк теряет свой смысл. В цирке должно быть все настоящее, ведь это единственный вид искусства, которым не обманешь. Если акробат выходит в манеж и показывает что-то на турниках, и ребята делают это очень красиво и чудесно, и, конечно, без страховок совершенно. Юрий, а можно я вас перебью на секундочку? Вот вы говорите, что Сергей сделает такой смертельный номер, да, можно же назвать смертельным? Поцелуй крокодила. А чудо, которое у вас сейчас на руках поцеловать, осмелитесь? Нету, я вам скажу, крокодила. Проще крокодила. Потому что это чудо может поцеловать меня. А вы не могли бы поближе нас познакомить? С тем, кто у вас на руках? Да, и расскажите, как зовут? Это Фредка, его зовут Чуня, он в цирке у нас поет. Уникальная поющая Фредка. К сожалению, да, здесь нет аппаратуры, поэтому... Но в цирке он все покажет. А вопрос такой, а по тембру кто он? Бас, баритон, тенор... Лиля, как называется правильно этот голос? Фальсет. Ляля, знакомьте нас с Лялей. Ляля. Ляля Хаски. Хаски – это смесь полярного волка с лайкой. Она делает цирковые трюки, как, в общем, многие собаки. А какого рода цирковые трюки? Чем будет удивлять Ляля? Ляля, повернись, пожалуйста, к зрителям лицом. Будет удивлять скоростью. Скоростью, да. Она трюки делает, но с такой скоростью, что действительно это редко. Но мы видим, что она на месте даже минутки усидеть не может. Они вдвоем неравнодушны друг к другу. А Джали почему получила такое имя? Самый младший представитель сегодня, гость наш. Джали у нас, как бы, еще учится, но уже у нас все получается по чуть-чуть. А Джали, ну, не знаю, красивая. Потому что красивая. Как полагается, у Хаски глаза, по-моему, разные, да, насколько я вижу? Да, да. Сохраняются такими всю жизнь или все-таки это проходит? Всегда. Да, кстати, они сестры. Сестры? Да. Я думал, это мамы и дети. Старшая и младшая, да. А вот какие еще особенные номера будут ждать зрители на представлении? Ну, вы знаете, тут сразу я вам хочу представить вот Анастасию. Красивая, симпатичная, молодая, интересная, как в том фильме. Комсомолка. Комсомолка. И вот эта комсомолка-спортсменка, она танцует. Но представьте, где, под куполом цирка, на натянутой проволоке, Настя показывает настоящие красивые танцы. И все это увидят, и, конечно, будут аплодировать. Ладошки у всех, кто придет, будут болеть, потому что не аплодировать невозможно. Такому обаянию и такому мастерству. А сразу вопрос, какой толщины проволока? 12 миллиметров. 12 миллиметров? Это же, ну, примерно вот так, наверное, да? Да. Сложно удержаться? Ты не сможешь. Да, у меня получится, вот если так на одной ноге как-то. Да, конечно. Можно попробовать. Нет, спасибо. Под куполом цирка, нет, не хочу. Цирк – это единственный вид искусства, которым действительно не обманешь. Если мы идем в театр, мы слышим артистов, которые могут ошибиться или переставить слова. И вы, как люди, которые связаны с разговором, это понимаете, что не всегда можно. И зритель этого не знает, не понимает. А вот если ошибиться, анастасия. Выходя в цирк, да, если она ошибется, то тут уже вступят в силу, наверное, законы тяготения, скорая помощь и так далее, и так далее. Поэтому нам ошибаться совершенно никак нельзя. И точно так же с животными, особенно чем они крупнее, тем с ними, наверное, сложнее работать. Почему? Потому что неуправляемый большой зверь, он достаточно опасен. Но мы их любим, и они нас понимают, и мы находим общий язык в том, что общение с природой, наверное, сейчас – это достаточно большая редкость. И пусть приходят к нам и учатся у нас, как это делать на самом деле. Вы сказали, что большие животные опасные, но вот я смотрю, некоторые маленькие представители оказываются опаснее. Они ведь в природе не боятся ничего, они идут на врага, в несколько раз превышающих их, идет смело. Но я надеюсь, что вас он сейчас воспринимает не как врага. Нет, друг, мы друзья. А вот мне хотелось бы узнать, вот каждый артист, да, он выбирает своего артиста в том числе. Вот как вы находите общий язык, как вы понимаете, что это животное найдет с вами общий язык, и вы действительно можете выходить вдвоем на сцене. Есть же что-то такое вот? Мы, как сказать, просто их очень сильно нужно любить. Любить, понимать, чувствовать. Все животные, которые работают со мной, проходят очень много времени, пока я к нему привыкаю, он привыкает ко мне. Мы общаемся, мы играем, мы пытаемся найти общий язык, и потом просто ищем то, что делает, что нравится животное. Ну вот сразу видно, что животные должны привыкнуть ко всем вокруг, потому что я вот смотрю, что Ляля, что Джоли как-то, что даже Чуня до сих пор как-то еще не привыкли к обстановке. Много непонятных посторонних запахов, видно, что они немножко переживают. И снова доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем беседу с цирком Шапито, который с сегодняшнего вечера выступает в нашей столице. И у нас в студии очередной гость. Встречаем! Пеля! О, боже мой, вот это птичка! Нет, Оксана, я думаю, тебе не стоит говорить, иди к нам, потому что я вот смотрю на размеры этого клюва. Ох, какой ветер! Красавец, красавец! Жалко, друзья, камера, я думаю, не передает вам размеры этой птицы, но вот сейчас, сопоставив с нашими размерами, я думаю, вы заметите, насколько велика разница между маленькой домашней курицей и огромным породистым пеликаном. Можно так сказать, Юрий? Да, совершенно верно. Тем более, эти птицы достаточно умные, они очень чутко привыкают к людям. И, в принципе, те, кто любит животных такого уровня, вместо кошки держать дома, он будет за тобой ходить, как котенок, и просить свою рыбку. Вы знаете, я бы несколько странно себя чувствовал, если бы за мной по дому ходила вот такая вот птичка с размахом крыла в три метра. По поводу цирка, по поводу представления, хочется еще раз нашим телезрителям напомнить и рассказать, с какого по какое число и какие особенные номера еще будут... Мы будем радоваться как раз по выходным дням. Это пятница, суббота и воскресенье, в пятницу в шесть часов, в субботу и воскресенье по два выступления. Это в два часа и в шесть часов. Билеты по доступной цене, ничего не меняется, так что это от мала до велика. И бедные, и богатые могут прийти и порадоваться настоящему цирковому искусству. Конечно же, в программах целых два часа, и за два часа можно увидеть очень и очень многое. К этому хочется добавить, что очень смешной клоун. И очень удивительный как человек еще в том, что у него четыре руки. Никто не верит, но на самом деле это правда. Верхних у всех людей две, но он ногами умеет действовать точно так же, как руками. Он ногами рисует, пишет, играет, заваривает кофе, курит. То есть все может делать ногами точно так же, как руками. И это все зрители, конечно же, увидят. Многие не верят, но тем не менее, это правда. Много удивительного за два часа можно будет увидеть. Поэтому те, кто любят яркие зрелища, хороший отдых, посмеяться, сбросить какое-то напряжение трудовых будней, то пускай все приходят к нам. У нас всегда весело, у нас интересно. И мы всех ждем. Мне кажется, Пеля тоже приглашает всех вот такими своеобразными движениями и летающими перьями. Приходите, приходите. Точно. Скажите, а вот как животные себя чувствуют в переездах, в путешествиях? Сегодня в Кишиневе, завтра в другом городе. Сколько времени? Вообще есть период привыкания? Вот сколько им надо привыкнуть к новой обстановке? Нет, они выросли в такой обстановке. Но после каждого переезда, соответственно, у животных есть стресс. Ему нужно привыкнуть, ему нужно отдохнуть. Вот так. Они выросли в этой обстановке, они ездят сам на герцоге. Да, но в любом случае у них есть у каждого своя среда. Конечно, у крокодила это водная среда. Пеликану хочется рыбке тоже поплескаться. Собакам уже, наверное, кошточку погрызть. То есть у них есть свое снимание стресса. Конечно, это стресс, потому что они же сидят в машинах точно так же, как и мы. Люди еще и управляют этими машинами, мы едем. Они сидят, их делают. А насколько вот сложно, вот у каждого животного есть свои предпочтения? Насколько сложно содержать всех этих животных одновременно, ухаживать за ними и создавать им какую-то благоприятную атмосферу? Еще раз повторяю, их нужно для этого очень сильно любить. Главное условие. Да, это главное условие. Без любви ничего не бывает на этом свете. Даже дети не рождаются без любви. А уж с животными, тем не менее. Это дети вечного характера. Они сами себя не могут так обслужить, чтобы все было хорошо. Конечно, те, кто содержит особенно большое количество животных. Я считаю, что это люди мужественные. И тут надо заниматься с пяти часов утра и до позднего вечера. И иногда, когда животное болеет, это очень страшно. Надо его с собой, может быть, и в постель положить, и понянчить, и как угодно, и не зависит. Даже слонят, какие они бывают, большие. Иногда хочется просто обнять. Но слонят бывает сложно в постель уложить. Да, это, пожалуй, единственная сложность. Я думаю, в постели такой нет. Да, да. Это бывает сложно. Но, тем не менее, мы всегда с ними договариваемся. Ведь животные умные все абсолютно. Они понимают, что человек умнее. И человек должен уважать меньших братьев, независимо от их размера, их происхождения. Водная среда это или земная. И, конечно же, если человек уважает характер каждого зверя, то тогда и зверь к людям тянется и очень доверяет. Они вот, например, не знают, они привыкли к тому, что они с людьми дружат. И они ведь не знают вот этого характера. Они понимают, что кто-то из людей может их обидеть. Они в это не могут поверить, наверное. Поэтому они доброжелательно идут ко всем людям, кого видят, и очень доброжелательно к нам относятся. Они так привыкли в нашей дружной семье. Я очень рад, что цирк учит таким добрым позывом. И очень приятно это слышать. С добрым отношением к животным. Что ж, спасибо вам огромное, что вы сегодня в нашей студии подарили нам столько радости, общения с теми замечательными дружными. Действительно, чудесное утро. Очень такое неординарное. Так что вам за это спасибо. А наших телезрителей мы приглашаем в цирк Шапито. Вы можете и там тоже получить массу положительных эмоций. Приходите. Ну а мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова